МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Осторожное обрушение. Жители села Нес переживают за свои дома, которые расположены вдоль берега. Работа в радость. В Ненецком округе продолжается действие программы по трудоустройству подростков. Авиация как призвание. В нашем выпуске расскажем о тех, кто обеспечивает безопасный полет. Начнем выпуск с информации об эпид-обстановке в регионе. За минувшие выходные в НАУ зарегистрировано 34 случая заболевания COVID-19. Еще один житель Ненецкого округа скончался от коронавирусной инфекции. Это 25-й летальный исход с начала пандемии в регионе. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровел с начала пандемии 1641 человек. На лечении с диагнозом COVID-19 находится 275 человек. Из них стационарное лечение получает 64 человека. Амбулаторное – 211. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 905 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В столице региона будет увеличена скорость интернета. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона. После долгих переговоров с компанией Ростелеком региональным властям удалось достичь договоренностей об увеличении скорости интернета на территории Наринмара и Искателей. 1 сентября 2021 года у абонентов Наринмара и Искателей, которые подключены по оптике, в два раза увеличится скорость без изменения тарифов. Да, это ровно то, о чем мы договаривались на экономическом форуме с президентом компании, Сиевским, Михаилом. И действительно, возможность такая есть. И они взяли на себя обязательство, не увеличивая плату, увеличить скорость. Да, все верно. Также в рамках ваших договоренностей продолжается работа, уже закуплено оборудование, я докладывал ранее, Лабожская, Телевская и Великовисочная. Также для Виллоджер тоже. И в ближайшие два месяца по первым трем Лабожская, Телевская и Великовисочная будет запущен беспроводной, широкопроводный доступ к интернету, беспроводной, по тарифам города. Также в ходе еженедельного оперативного совещания, исполняющий обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Александр Чинаров доложил о ходе работ на участке дороги по улице 60-летия СССР. В сомнении, что 30 октября это контрактный срок окончания работ, работа будет выполнена, объект будет сдан, на сегодняшний момент нет. То есть без договора успеют все сделать? Да, да, да. Мы думаем, что и полагаем, что даже раньше. Ну, потому что все жители ждут этого. Все жители этого ждут. Конечно, мы создали этим ремонтом значительное неудобство, да, и надо закругляться с этим. Так, хорошо. Мошенники вновь активизировались. На прошлой неделе жителю округа поступил телефонный звонок от так называемого сотрудника банка с сообщением о подозрительных махинациях на банковском счете потерпевшего и предложением перевести денежные средства на якобы безопасную ячейку. Молодой человек обратился в окружную полицию с сообщением о том, что перевез свои денежные средства неустановленным лицам. В ходе проведенной проверки установлено, что потерпевшему позвонили злоумышленники и представились с сотрудниками банка. И сообщили, что с его банковского счета происходит подозрительная активность по списанию денежных средств. Злоумышленники предложили потерпевшему застраховать свои сбережения, перечислив их на якобы защищенную ячейку. Благодаря навыкам психологического давления злоумышленники получили денежные средства в сумме 280 тысяч рублей. При поступлении звонка от сотрудника банка с сомнительными предложениями завершайте телефонный звонок и звоните по контактному номеру банка. Сотрудники МВД России Панау напоминают гражданам о бдительности при общении с малоизвестными людьми. На протяжении нескольких лет в селе Несь происходит постепенное разрушение береговой линии. В опасной зоне расположены производственные объекты и дома, жители которых серьезно обеспокоены за будущее своего имущества. Александра Литкова расскажет подробнее. Так сейчас выглядит берег реки Несь. До мостовой и ближайших домов в некоторых местах осталось всего пара метров земли. Так оно ближе, ближе. Опасно уже подходить. Он же все, обрушение-то происходит. Так вот, лодку уже три раза, наверное, перетаскивали. А у нее опять уже корма висит. Скоро свалится вообще. Раньше вдоль берега проходила дорога, по которой ездили на транспорте. Сейчас здесь осталась только мостовая, по которой с трудом можно пройти. Ну, по рассказам Свекрови, берег был далеко. Мне кажется, даже метров на 50 на том берегу это точно было. Но если улицы здесь были, праздники, гуляния были, это просто масштабы, насколько берег подошел сюда. Особые опасения у жителей Неси за памятник регионального значения дома Коткиных, которому более ста лет. Всего в зоне подмыва и разрушения берега расположены семь жилых домов. Вопрос этот назрел очень давно. Ежегодно по 30-50 сантиметров береговой линии у нас уходит под воду. И поэтому жители, конечно, очень обеспокоены. Особое, конечно, волнение вызывает дом, который является историческим памятником. До него осталось чуть более двух метров. Поэтому мы очень надеемся, что проект очень быстро будет не только разработан, но и реализован. Для разработки проектно-сметной документации, для выполнения работ по строительству берега укрепительных сооружений село посетили специалисты из проектного бюро «Волна». Подрядчики провели в НИСИ полный комплекс инженерных изысканий. По итогам их работы должно родиться проектное решение по берегу укреплению в нашем селе. На самом деле у нас более трех тысяч метров береговой линии нуждаются в укреплении. И 16 объектов попадают как раз в эту зону разрушения. Представить готовый проект по берегу укрепительным сооружениям, согласно условиям контракта, подрядчику необходимо не позднее 12 декабря текущего года. Цена разработки проекта составляет порядка 11 миллионов рублей. Средства выделены из окружного бюджета. Во сколько обойдутся непосредственно сами работы, пока неизвестно. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. С начала текущего года жители Ненецкого автономного округа добровольно сдали в Росгвардию более 900 нелегальных боеприпасов и 7 единиц незарегистрированного оружия. В большинстве случаев нелегальные предметы вооружения бдительные граждане обнаруживают при осмотре жилых и хозяйственных помещений, оставшихся от покойных родственников, реже на открытых участках местности и территориях охотничьих угодий. Добровольная сдача незаконно хранящегося оружия не только освобождает от уголовной и административной ответственности, но и дает право на получение денежного вознаграждения. Добровольная сдача оружия исключает судимость и другие негативные последствия для биографии человека. С начала 2021 года жители Ненинского автономного округа добровольно сдали в региональное управление Росгвардии 912 боеприпасов и 7 единиц незарегистрированного охотничьего оружия. В основном бдительные граждане находят предметы вооружения при осмотре жилых и хозяйственных помещений, оставшихся от покойных родственников, реже на открытых участках местности и территориях охотничьих угодий. Обратиться в Центр лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненинскому автономному округу можно по адресу город Наринмар, улица Рабочая, дом 14-Б или по телефону 469-60, а также по номеру Единой службы спасения 112. Жители отдаленных и труднодоступных поселений могут обращаться к участковому уполномоченному полиции. О дальнейших действиях участников программы по добровольной сдаче оружия рассказали в окружном отделении социальной защиты населения. С начала года жителям округа выплачено более 63 тысяч рублей. Это денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия. Процедура очень простая. Необходимо сначала обратиться в Росгвардию с датой оружия, а затем будет выдана справочка, и с этой справкой надо будет обратиться в отделение соцзащиты. И тогда вы получите вознаграждение. За одну единицу добросовестному гражданину выплачивают до 15 тысяч рублей. Действующая программа распространяется и на тех, кто незаконно изготовил и хранил опасные предметы, но решил встать на путь исправления. Работа в радость в Ненецком округе продолжается действие программы по трудоустройству подростков. В летний период несовершеннолетние северяне работают на разных предприятиях округа. Чем занимается работающая молодежь, расскажет Василий Хатанзейский. Уже второй год подряд Александр работает по программе летнего трудоустройства подростков. Предложение достаточно популярно среди молодежи Ненецкого округа. Многие несовершеннолетние не только отдыхают во время летних каникул, но и зарабатывают деньги на свои карманные расходы. В основном мне нравится работать, потому что получаю деньги на личные расходы. И чувствую, как надо тратить с умом, а не просто раскидывать деньги. В основном сейчас коплю на новый телефон себе. Ежедневно по 4 часа в день Александр работает на разных объектах. Помимо физических качеств, он также развивает интеллектуальные способности и смекалку. Уровень периода поднимали на входе, там, кажется, около домика северного. Так-то легко было работать, только в основном эта трудность заключалась в том, что надо все под один уровень поставить. Мужская работа на объекте заключалась в обустройстве забора, в перекладе досок и устранении дефектов на верантах и в домиках. Девушки занимались другими делами. В их обязанности входили уборка мусора, устранение дефектов на так называемых ватрушках, ну а самое интересное – занятие кормления верблюда. Мы делаем обычную работу, собираем мусор, но иногда даже выходят покормить верблюда. На протяжении месяца ребята выполняли достаточно легкую и интересную работу. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет – это как студенты, так и школьники, мальчики, девочки. Девочки в основном занимаются работами по уборке территории, ребята – земельными работами. В принципе, всем ребятам нравится работать, зарабатывать первые свои деньги. Считаю, что это очень хорошая программа в округе, которая позволяет ребятам сделать свои первые шаги на рабочем поприще. Любой желающий несовершеннолетний житель округа может воспользоваться достаточно привлекательной программой по заработку. Данное мероприятие реализуется в рамках государственной услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Данная услуга закреплена законом о занятости Российской Федерации. В Дненском автономном округе это мероприятие реализуется с 1993 года. Ежегодно у нас подростки принимают участие в работе в свободное от учебы время. Более подробную информацию о программе можно узнать в региональном центре трудоустройства населения или по короткому номеру 40556. Сотрудники прокуратуры Ненецкого округа приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта. Мероприятие приурочено к празднованию 300-летия ведомства. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Впервые в своей жизни Алена Захарьева взяла пензей в руки. А еще попробовала себя в метании топора и прыжках через нарты. На первый взгляд ничего сложного. На деле же без предварительной подготовки выполнить задание оказалось довольно тяжело. Но тем не менее ей удалось стать победительницей в одной из номинаций. Сегодня первый раз принимаю участие в таком мероприятии. Удалось победить в прыжках через нарты. Но это оказалось, конечно, не так просто. Прошедшая пятница для работников прокуратуры прошла весьма необычно. Они испытали себя в неинских состязаниях. Стоит отметить, что для этого был весомый повод. Сегодня на базе турцентра мы провели спортивное мероприятие, посвященное 300-летию со дня образования российской прокуратуры. Соревнования проводились в трех номинациях. Это по национальным видам спорта среди мужчин и женщин прокуратуры Нениско-автономного округа. Это метание от индей на хорей, это прыжки через нарты и метание топора. Отдых в необычном формате соревнований на природе в кругу коллектива. Отличный способ не только отпраздновать знаменательную дату, но и сблизить коллектив. Для сплочения коллектива мы сегодня сюда выбрались. Единственное, что не повезло с погодой, но тем не менее всем все безумно понравилось. Помимо прошедшего мероприятия, в программу празднования 300-летия ведомства включены футбольный матч, соревнования по плаванию и шахматам, а также культурно-просветительские мероприятия, такие как встречи со школьниками, пенсионерами и творческие конкурсы. Катрина Тайбарея, Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В третье воскресенье августа отмечается День воздушного флота России. Это профессиональный праздник не только для летчиков и бортпроводников. Его отмечают все наземные службы авиационной инфраструктуры, которые задействованы во взлетно-посадочных действиях, отслеживающих операциях и оказании ремонтных работ. Ведь каждый сотрудник отвечает за комфортный и, что самое важное, безопасный перелет. О тонкостях профессии в авиации расскажет Дарья Чупрова. Со стороны пассажира кажется простой и понятной механика действий в аэропорту. Купил билет, в нужное время явился на регистрацию, сдал багаж, прошел контроль и вот уже в зале ожидания читаешь газету до объявления о посадке в самолет. А в это время сотрудники воздушного флота совершают множество действий для успешных рейсов. Пассажиры и не догадываются, сколько служб задействовано в предполетной подготовке. Степан Котов, сотрудник службы авиационной безопасности, проводит предполетный досмотр воздушного судна. Внимательно изучает внешний вид вертолета и салон изнутри, чтобы исключить вероятность нахождения опасных неопознанных предметов на борту. На протяжении дня мы обеспечиваем авиационную и транспортную безопасность, проводим послепредполетные досмотры, как воздушных судов, также обеспечиваем пропускной режим улетающих, прилетающих граждан, ну и охрана объектов, как на территории предприятия, так и отдельно стоящих объектов. Рабочий день длится круглосуточно и беспрерывно. Порой пассажиры затрудняют задачи сотрудников, пытаются скрыть груз, не предоставить к осмотру, тем самым создают препятствия для безопасных полетов. Работа очень сложная, прежде всего в психологическом ракурсе, потому что, когда общаются сотрудники с пассажирами, с членами экипажа, гражданами, соответственно, любое ограничение или требование, оно вызывает ответные действия, довольно часто негативные, и людям психологически очень бывает тяжело. А это уже сотрудники авиационно-технической базы. Они занимаются поддержанием летной годности воздушных судов. Объем работ обширный. Например, сегодняшним утром, помимо подготовки вертолета к вылету, авиатехники помогают в буксировке к месту взлета. Даже будет буксировка, чтобы лопасти не удалили по балке, разборачивать лопасти, когда ведут технический персонал. И против ветра, чтобы при запуске воздушного судна лопасти также не удалили по балке. То есть это уже и в руководстве, в летном руководстве прописаны. Запуск только против ветра. Инструкции нужно соблюдать четко, ведь авиация не прощает ошибок. Технологии меняются ежегодно, поэтому и образование сотрудников должно оставаться на высшем уровне. Впрочем, в авиационно-технической базе есть хорошая профессиональная традиция – помогать друг другу. В авиации не бросают человека одного на устранение, где-то дефектов, каких-то неисправностей. То есть идет и выполняет какая-то определенная группа, бригада сразу же. Всего в Наринмарском авиаотряде сегодня трудится 640 человек. Помимо летного и технического состава – это и агенты перевоза, грузчики, и медики, и работники авиакафе, и службы спецавтотранспорта, и многие другие. И все они делают одно общее дело. Мы одна большая семья, и каждый выполняет тот функционал, который ему предназначен. Есть у нас федеральные авиационные правила, которые требуют, чтобы у нас была и аварийно-спасательная служба, то есть служба способов у нас есть, и служба авиационной безопасности, это досмотр, охрана. Это служба ГСМ, это аэродромная служба, там служб очень много. Каждый выполняет свою функцию, если кого-то исключить, это как винтики в большой машине. Если одно звено убрать, вся машина встанет. В Ненинском округе роль авиации весьма значительна. Это самая быстрая и порой единственная возможность добраться до отдаленных населенных пунктов региона, а также до других городов, народе называемых Большой Землей. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.